Здравствуйте! С вами Новости спорта и я, Марина Азябина. Начну свести из Краснодара, где завершился национальный чемпионат по стрельбе. Для участников это был один из этапов отбора в Олимпийскую сборную страны, кандидатами в которую являются и спортсмены Удмуртии. Это Николай Келли, Наталья Подерина, Юлия Каримова, Мария Феклистова, Андрей Коньков. Они на национальном первенстве выступили хорошо и пополнили свои копилки рейтинговыми очками. Отбор же на игры в Бразилию продлится до мая. А в Иркутске успешно дебютировала на Кубке страны по пауэрлифтингу ижевчанка Елена Воронцова. Воспитанница Эдуарда Асанова остановилась шаги от педестала весовой категории 47 килограммов, набрав в сумме троеборья 344 килограмма. Это выше норматива мастера спорта России. Другим темам в Анапе в рамках всероссийских юношеских игр боевых искусств прошел турнир по всестильному карате, где Иван Чебелев и Антон Владимиров стали победителями в разделе ограниченный контакт дзюкумите и выполнили норматив кандидата мастера спорта. Николай Касьянов был третьим. Там же позже прошел и первый кубок страны по всестильному карате, в котором отличился Даниил Бессагонов. Он занял второе место и тоже выполнил мастерский только норматив. Ну и продолжение темы. В Ижевске прошел фестиваль единоборств, на котором были представлены самые популярные виды, начиная с карате и заканчивая рукопашным боем. Зрителям, а их в этот день во дворце спорта «Металлист» собралось много, было и на что и на кого посмотреть. Учащиеся 74-й Ижевской школы просидели на турнире два часа. Говорят, было так интересно, что не заметили, как прошло время. На арене, сменяя друг друга каждые пять минут, выступали такие же, как они мальчишки и девчонки, демонстрируя зрителям своем мастерство в боксе, карате, дзюдо, рукопашном бое, вольной борьбе. Мне очень нравятся такие бои, но я как бы боюсь драться. Мне очень нравятся бои. А я люблю смотреть, но мне не нравится заниматься. Тут можно в себе развить силы, выносливость и бег. И тебе это нравится? Да. Нравится этот вид спорта, потому что тоже в нем развиваешь всю тактику силы и, как сказать, очень спортивный вид спорта. А записался бы, вот что из этих четырех видов? Бокс, сестеревое карате, рукопашка и вольная борьба? Мне кажется, вольная борьба. Почему? Ну, не знаю. Как-то она мне больше нравится. Пришли мальчики, они посмотрят, я надеюсь, что начнут заниматься какими-то видами борьбы. Потому что это, во-первых, занятие в свободное время, это развитие физической культуры. И здесь не только физкультура, но и развитие внутренних качеств. Эту целью преследовали организаторы, приглашая на фестиваль школьников вместе с родителями. Их сыновья и дочери еще не выбрали себе по душе спортивный вид. И здесь им такую возможность воочию предоставили. Причем в секцию можно было записаться сразу. В нашем районе есть такие отделения единоборств, как дзюдо, вольная борьба, бокс, карате, ушу. Поэтому мы хотим привлечь наших ребятишек, учеников школ, для занятий этими видами единоборств. В последние годы боевые единоборства очень популярны. Родители детей занятия в секции единоборств только приветствуют. Говорят, им это идет на пользу. Ребята растут разносторонне развитыми и физически крепкими. Могут постоять за себя. К другим новостям. Завтра в Ижевске пройдет очередной матч чемпионата ВХЛ. Иштальт сыграет на домашнем льду с Рязанью. В этих встречах поклонники хоккея смогут увидеть знакомые лица. В расположение клуба из Череповецкой Северстали прибыли Сергей Купцов и Павел Дедунов. В прошлом сезоне они уже выступали за нашу команду. А в Малой Пурге состоялся республиканский фестиваль и открытое первенство Малопургинского района по Русской лапте. В соревнованиях приняли участие 7 мужских и 5 женских команд. В итоге победителями среди мужчин и среди женщин стали коллективы из Каракулинского района. В число призеров попали спортсмены из Глазовского, Игоринского и Малопургинского районов. Тем временем в столице Удмуртии завершилось первенство России по биатлону. В последний соревновательный день прошли эстафетные гонки с огневых рубежей Татьяна Мальцева. Это российское первенство многие удмуртские атлеты могут занести себе в актив. Например, Дмитрий Шамаев. В индивидуальной гонке он стал победителем, в кросспринте вторым. В эстафете он был забойщиком и передал эстафету своему товарищу Константину Маеву вторым. Лидирующая позиция, которую вам Дмитрий передал, они как-то помогли? Да, все равно полегче как-то. Ну, в своем темпе начинал и все как бы нормально. Маев свой этап тоже прошел достойно. На дополнительные круги ни тот, ни другой не заехали. Правда, на финише своего отрезка он все же несколько поотстал, но передал заветную палочку в первой десятке. Бежал с ней очень легко, особенно последний круг. Так, вроде. Ну, на лёжке справился, со стойкой немного не справился. Ну, без кругов главное. А дальше Максим Акаров и Виктор Плицев сделали все, чтобы быть на пьедестале. В итоге команда Удмуртии финишировала второй, пропустив вперед лишь представители Ханты-Мансийска. У девушек победу праздновала сборная Красноярска, главный тренер которой – наш земляк, олимпийский чемпион Валерий Медведцев. В основном, конечно, я работаю со взрослыми спортсменами, это с мужчинами и женщинами, но я должен смотреть за резервом, кто потом на следующий год перейдет в основную команду и оценивать их выступления, стоит их брать или не стоит, что-то получится из этих спортсменов или нет. Этот старт для биатлонистов – этап подготовки к зимнему сезону. В начале декабря пройдут отборочные соревнования на европейские и мировые старты. Еще одна информация. Женская волейбольная команда ЖГДУ провела в Средловском городе «Реш» предсезонный турнир. Участвовали в нем 13 команд. Подопечные Алексея Промышленникова заняли 9 место. Стартует же чемпионат страны среди женских команд первой лиги в конце октября ориентировочно в Ижевске. Это все. До свидания.